18 марта Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета исполнилось 10 лет. Но свой первый юбилей Институт отметил 31 марта в культурно-спортивном комплексе УНИКС. Подробности с мероприятием узнаете в сюжете нашего корреспондента. На торжественном мероприятии в честь юбилея Института были студенты-преподаватели, выпускники и сотрудники компании и партнеры. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров выступил с видеопоздравлением. Отдельно хотел бы обратиться к студентам и сказать, я хочу пожелать нашим дорогим студентам Института ИТИС стать не только грамотными ИТИС-специалистами, конкурентными на мировом рынке труда, но еще и талантливыми руководителями и предпринимателями. За 10 лет ИТИС прошел длинный путь и заметно вырос. Когда-то студентов было всего 38, а на сегодня в Институте учатся 1100 человек. Мы как основывались, как институт, который готовит практику ориентированных специалистов, так, собственно, мы и продолжаем это движение. У нас со второго курса студенты выбирают курсы по выбору, знакомятся с компаниями-партнерами на летней практике, на практике в течение семестра, на курсы по выбору. То есть все так же мы очень плотно работаем с ИТ-компаниями. Нас поддерживают до сих пор, чему мы очень рады, Министерство цифрового развития Республики Торстан, который выделяет гранты на обучение нашим лучшим контрактным студентам. Вот я могу только сказать, что вот как 10 лет первые прошли, так надо, чтобы следующие 10 только еще лучше. В свой день рождения на торжественный концерт пришел и первый директор института. В тот момент, 10 лет назад, когда мы его задумывали с нашей командой, это такой был шанс задумать, осуществить свою мечту. И, собственно говоря, вот я воспринимаю это как такое осуществление своей мечты о создании такого идеального факультета, как мы его себе с друзьями, с единомышленниками понимали. Гости, которые также стояли у истоков зарождения ИТИС, с теплотой отзываются об институте и радуются его развитию. Это была некая кафедра, понимание того, что нам нужно выстроить было компьютерную программу инженерии, поэтому мы тогда собирались и думали о различных вариантах, что, как оно будет. Когда выпускник приходит на то или иное производство, предприятие ему говорит, товарищ, забывай все, что тебе учили, сейчас мы тебе покажем, как надо. Про ИТИС это не работает, что отлично, да. Здесь как раз учат именно тому, что востребовано, что надо. И я желаю ИТИСу только успехов, чтобы 10 раз по 10 и ваши компетенции росли. И, конечно, студенты прирастали не только в знаниях, да, но, конечно же, в возможностях и в географиях. Интерес к институту среди абитуриентов, безусловно, растет, тем более сейчас, в эпоху цифровой трансформации. ИТ-специалисты становятся не только востребованными, но и жизненно необходимыми. Особое отношение к своему институту выразили первые выпускники и нынешние студенты. Я очень люблю ИТИС, я благодарна ему за все, за то, кем я являюсь, за то, что он дал все азы, которые мне помогли достичь тех высот в карьере, кем я сейчас являюсь. На самом деле это прям семья, это первые два курса, это было сложная учеба, потом втянулся уже чуть позднее в творческую деятельность, и это прям постоянно какие-то движухи, не забывая про учебу естественное. То есть это прям что-то близкое, что-то теплое для сердца. Концерт завершился выступлением директора института. Я буду петь голосами моих детей, голосами их детей, нас просто меняют местами, таков закон санцоры, круговорот людей. Энджими Небаева, Фарид Захидуглы, УнивертНьюз.